Письмо приходит в пятницу. Вскрытое и запечатанное самоклейкой, как все адресованные им письма. «Проверено в целях вашей безопасности. Пакт». На почте не сразу разобрались, в чем дело. Служащий развернул листок, посмотрел, передал контролеру, а тот — начальнику почтового отделения. Но в итоге его пропустили, сочтя безобидным. Обратного адреса нет, только нью-йоркский штемпель шестидневной давности. На конверте его имя. Чиж. Значит, письмо от матери. Чижом его не называют уже давно. Ему дали имя Ной в честь дедушки со стороны отца. Ему это когда-то рассказала мать. А имя Чиж он себе придумал сам. В слове этом ему всегда чудилось что-то очень близкое, крылатое создание. Кто-то маленький, шустрый, непоседащий бетун, всегда готовый оторваться от земли. В школе на это смотрели косо. Мол, Чиж, не имя, тебя зовут Ной. Воспитательница в детском саду возмущалась. Зову его, а он будто не слышит, только на чижа и откликается. Потому что его так зовут, отвечала мать. Откликается на чижа. Вот и зовите его чижом, и плевать на свидетельство о рождении. По каждой записке из школы она проходилась с маркером. Ноя вычеркивала и писала Чиж. Такая была мать. Самая ярая его защитница. Всегда на его стороне. В конце концов, все смирились. Но имя учительницы с тех пор писала в кавычках, как бандитское прозвище. Дорогой Чиж, пусть мама подпишет согласие. Уважаемый мистер и миссис Гарднер, ваш Чиж — воспитанный и прилежный ребенок, но иногда витает в облаках. И только в девять лет, когда мать ушла, он стал зваться Ноем. Отец говорит это к лучшему и никому больше не позволяет его называть Чижом. Если кто-то тебя так назовет, сразу поправь. Скажи «Простите, вы ошиблись». Не только это переменилось после ухода матери. Другая квартира, другая школа, другая работа у отца, совсем другая жизнь. Как будто отец решил полностью их преобразить, чтобы мать, если вернется, никогда их не нашла. В прошлом году он как-то раз встретил по дороге домой свою бывшую воспитательницу. «Ну, здравствуй, Ной», — сказала она. «Как дела?»